прежде чем считать наш проект я решил еще быстренько сделать добавочку как посчитать несколько картинок на автомате но есть нюанс по счетам на автомате когда мы считаем на автомате то есть через батч рендер то мы не можем ничего уже изменить и там есть момент со светом но есть одна фишка классная который недавно увидел как можно менять цвет но мы пока не будем в этом макаться сейчас по простенькому сделаем нажимаем render setup сюда начинаю батч рендер настраивать с этой галочки cfs чтобы у нас автоматически пробивались там пути сейчас покажу находим наш туториал renders создаем название render тут стоишь два нуля bmp и переворачиваем гамму 2 и 2 overwrite окей бмп сохраняю и также наши два слоя wires и альбедо не будем сохранять wires уже у нас автоматический рендер туториал создала у него имя сохранить окей как же самое и альбедо автоматически а тут еще у нас я никогда не видел что здесь у нас подпись альбедо за элемент шоу за тотал то есть элемент показывает тотальное распределение выходящего света в отражающихся и скатеринг скатеринжных материалов в любом направлении diff diffuse, reflection, refraction то есть рефлекция, отражение, рефракция и translucency и поглощение object displayed in red have very high albedo and very bright diffuse and or translucency component то есть объекты изображенный красным цветом то что я вам говорил имеет большую яркость и поэтому эти материалы могут в can cause problems вызвать проблемы xx френдер time то есть увеличенное время просчета я этого не знал то есть я думал только шум шум но соответственно чем больше шума тем больше время просчета ну и на худший результат вот даже есть threshold ну то есть параметр будем знать полезно иногда что-то рассказывать заходим теперь в параметр render batch render здесь у нас пока пусто добавляем add view 1 но он почему-то у нас не захотел сейчас посмотрим добавляем bad front почему когда что-то рассказываешь она не сохраняет пути то есть путин нам что-то не сохранил тогда делаем ручную 00 slash 01 bmp только я не знаю только я не знаю тут надо гамму переворачивать или нет так тогда сделаем так control s чтобы она сохранилась в резетним сцену еще раз ее откроем чтобы этот путь прописался у нас ну давай дорогой ну что ж ты такой долгий скучный скучный сцена получилась тяжеловастая открываем чистим его нашим любимым плагином prunes scene ctrl s заходим в batch render появилось то что нам нужно то что я искал пробиваем тут все правильно гамма переворачивается здесь у нас по дефолт будет другое название поставим камеру 02 bad main поэтому и так удобнее их как-то называть чтобы потом не было проблем добавляем третья камера bet 2 добавляем еще одну камеру тут у нас почему-то еще свет попадает не знаю почему light bra добавляем так что у нас 6 картинок добавляем еще одну камеру light bra 01 и добавляем нашу картинку тв окей все закрываем проверяем сколько у нас камер раз два три четыре пять шесть окей f3 все ctrl s сцена чистая готова просчета считаем мы из batch render не забываем нажимаем rendering batch render тут у нас все забито есть имена все нажимаем кнопочку render и поехала прежде чем ставить на render я решил подумал что во первых я увеличил время рендера заходим render setup поставил вместо 30 минут 1 hour 1 час среднее статистическое время ну плюс нам надо более-менее чтобы мы могли детали рассмотреть что-нибудь понять там косяки еще какие-то моменты и я так подумал что чтобы у нас свет не проходил через множество препятствий я штору закинул на слой другой и просто спрятал да хоть у нас и стоит галочка cast shadows чтобы она не работала но когда вот несколько преград перед светом это не очень хорошо плюс у нас рифленое стекло я не знаю как оно будет давать какие ну шумы может давать но как бы и так у нас стекло есть как бы свет такой неоднозначный в общем будем считать на таких параметрах час все в принципе все готово и можно будет на ночь оставить чтобы уже завтра можно было доснимать что то что получается посчитал я картинки теперь давайте смотреть анализировать думать начнем с самой первой картинки такая у нас картинка получилось считал я ее не часа два часа потому что я смотрел считал точнее на старом компьютере своем он немного у меня отсталый в этом плане немножко слабее чем эта машина но тем не менее что мы можем увидеть давайте приблизим при том что я читал два часа картинку она довольно шумная я к сожалению не сохранил статистику но она в принципе нас в данном тутере не интересует в общем шум присутствует у нас хотел вам сказать по поводу сейчас поговорим немного по пост обработке и теперь немного поговорим по поводу времени просчета вот я такой маленький график подготовил но это лично мои наблюдения не знаю как у кого что мы видим на этом графике мы видим на этом графике как у нас изменяется кривая чистоты картинки в зависимости от времени числа условные надо высчитывать все зависит от разных параметров от сложности сцены от освещенности от материалов но неважно я хочу сказать именно сам посыл к чему я пришел за столько времени изучая визуализации что например у нас от 0 до 60 минут по таймингу вот по этой оси у нас ну растет довольно резко по кривой чистота картинки ну грубо говоря 13 процентов это числа абсолютно условно не ничего не привязан и допустим мы знаем что у нас за 60 минут картинка очистилась на 13 процентов считая еще 60 минут то есть 120 минут мы видим что график кривой становится довольно пологим очень медленно нарастает и улучшается качество картинки то есть мы можем дойти до 20 процентов за два часа просчета то есть у нас за первый отрезок времени у нас на 13 процентов мы пришли да ну то есть грубо говоря это 100 процентов а здесь получается 7 процентов это в 50 в 50 раз меньше у нас будет хотя времени столько же мы потратили но качество у нас на резко не улучшается то есть о чем я хочу сказать чем дольше считаешь не обязательно что у вас картинка будет безупречно чисто идеально то есть это кривая как на каком-то параметре становится поэтому я как бы для себя определился там полчаса у меня критерий просчета картинки что то не так сильно шумно какие-то косяки я сразу же вижу что что то не так дальше хотел я сравнить эту картинку сейчас мы не вернемся вот с чем я как бы считал стандартно как всегда ничего не думая я решил проанализировать как можно было бы и можно ли было уменьшить количество шумов в данной сцены за счет чего мы видим что у нас свет пробивается сквозь нашу отражающую поверхность хотя мы убрали галочку cast shadows и плюс у нас есть люстра наши очень хитрые и брак который мы вернемся так вот что я подумал я взял эту сцену и подумал как бы я ее оптимизировал оптимизировал я таким следующим образом я взял портал перенес с этого места со входа в окно поближе к нашей поверхности во первых тут как бы часть фотонов у нас теряется зачем нам надо чтоб свет именно проходил вовнутрь и плюс я взял эту люстру и эту бра сейчас мы откроем группу посмотрел как она устроена вот у нас верхний слой это какие-то такие блестяшки кристаллы а внутри у нас такая вот tube то есть еще какая-то автор этой люстры вот он сделал что там внутри еще такая поверхность то есть у нас считает свет свет должен пробиться через две стеклянных поверхностей так же самое и с нашим торшером смотрим одна поверхность кристально давай другой сохраняйся и вторая так что по этому поводу у меня есть второй график вот это наш источник света а это у нас поверхность какая-то отражающиеся так вот когда источник света проходит через эту отражающуюся поверхность берем там математические формулы он там считает отражение переотражение у нас возникает шум лишний шум то есть мы должны взять эти поверхности и тоже скрыть в них тени образования так сказать то есть я беру эту поверхность нажимая правой кнопкой мыши object properties и убирая cast shadows прячем и убираем здесь object properties cast shadows то есть везде через что у нас всегда будет проходить свет мы должны прятать эту возможность ну-ка шаду строить тенем еще я там говорил за одну галочку я все-таки вот не мог успокоиться я решил проверить что она означает я так не смог толком объяснить вот этот околюдит other lights означает означает отбрасывать тени линии то есть если мы хотим чтобы этот источник отбрасывал тени а это у нас время просчета и возможно шумы то мы ставим галочку если не хотим то есть это все индивидуально насмотреть какой источник света чтобы не было слишком много источников света которые дают там тени отражение перетражение все то есть надо комбинировать так же самое вот например у нас этот цвет да я по умолчанию видите как угадал я отключил галочку ставить оставлять тени но когда я отключил cast shadows здесь то получается наша люстра не отбрасывает тени то есть тут мы можем включить эту галочку отбрасывать тени что я имею ввиду сейчас давайте посмотрим я просчитал ради теста картиночку сказ shadows вот эта картиночка теперь секундочку сказ shadows посчитал они одну а две вот что хотел вспомнить специально чтобы почему обратил внимание на тени давайте я для наглядности перенесу эту нашу картинку сюда просто новое перетягиваем таким образом мы знаем что внизу у нас основная картинка а вверху у нас сказ шаду давайте посмотрим какие изменения касс шадуус я отключил касс шадуус бросать тени и наш свет сквозь стекло легко начал попадать на поверхность дивана вот передавайте темные участки где у нас есть шумы мы видим что касс шадуус реально ну реально спасают картинку то есть смотрите насколько шума в процентном соотношении я не знаю надо делать более точный рендер если уже подавать информацию но я просто вот вам объясняю на примере вот таких вот простых видите да я не знаю как передает через интернет через запись намного чище картинка и приятнее становится и теперь давайте сравним картинки по поводу тени которых я говорю вот наша картинка сказ шадуус там где тени у нас пропускается и вот там где тени у нас не пропускается прячем вот о чем я говорю вот дефолтное состояние когда у нас тень от люстры видите такой малозаметный такой нюанс но как бы придает реализму всей картинки что у нас правильный свет включаем касс шадуус касс шадуус и плюс я добавил этот цвет просто хотел посмотреть то есть на этом круглом светильники когда мы его используем как вспомогательный мы в принципе могли включить отбрасывать тени чтобы он нам давал эту тень от люстры но как бы это баланс то есть тут надо балансировать то есть точного урока тут нету понимаете все шаманство и медитация можно так сказать то есть вот такая картинка давайте посмотрим тени теперь как отличается касс шадуус намного чище ну как намного ну процентов 20 может быть то есть есть чем работать в принципе вот это я хотел немного поговорить по теории по оптимизации минимум минимум даю то есть недаром мы выбрали эту люстру она сложная как в постановке освещения то есть нам надо смотреть заказ шадуус за тенями за отражениями чтобы у нас было меньше шумов теперь это все закрываю и переходим к финальной части я сейчас покажу как я обрабатываю быстренько картинки на примере одной а потом уже в конце я покажу финальный результат что мы получили как она выглядит то есть наш спонтанный туториал к чему он привел то есть спонтанный дизайн ни к чему не готовились просто скачали модели поработали обработали никаких ну никаких я не знаю там постановок все вот есть ошибки в подаче есть нюансы есть шумы и есть неточности но мы работаем и вместе развиваемся двигаемся и образовываемся так вот открываем нашу картинку открывая самую нашу грязную картинку ну то есть чистая не буду брать в учет вот картинка чего я начинаю обычно я дублирую слой этот можно пока скрыть вот у нас есть слой я использую программу фильтр nikon software color fx pro 4 почему потому что гибкая программа и удобная с множеством пресетов и настроек сейчас я покажу вот видите сколько настроек all все вместе landscape это окружение в день где-то свадьбы архитектура любимые nature природа портрет путешествия то есть вы можете использовать эти пресеты не только для настройки наших картинок до рендеров ну и там фотографии всего что угодно у меня уже есть мои с люби любимые сейчас и найду пресеты которыми я пользуюсь вот например один из них сейчас мы пройдемся сет по этой картинке одним из моих пресетов что я использую лично я каждый выберет для себя по вкусу то что он любит то что он ощущает чувствует тут правил нету но настолько много из из 4 либо нуклеиновых кислот до днк она состоит и многообразие людей на планете то здесь вы видели сколько пресетов и ну каждый выберет по вкусу я использую первым делом всегда про контраст для чего вот тут есть три настройки во первых по цвету поработать более желтый более голубой то есть одета там нейтрали корректирую контраст больше меньше то есть по вкусу и динамик и динамический контракт мы можем вы контраст мы можем высветлить картинку можем убравить хочется какого-то баланса немного и теней и и и свет и насыщенности потом гламур glow не всегда использую фото стояла фото стай лайзер ну то есть использую пресет то есть тут есть разные пресеты например там единичка двоечка троечка четверочка семерочка например единичку ставим то есть чуть-чуть опасить убавля деталь экстрактор то есть добавляет детали чтобы их немного вытащить видите насколько качество прорисовывается потом использую контраст color range но это в данный момент ну то есть это один из пресетов который первый попавшийся то есть я ж говорю каждый выберет свете можем сделать темные можно чуть-чуть контрастика добавил не всегда indiana summer использует а так это для экстерьеров и вьетирование я стараюсь не использовать мне нравится все таки чистота даже вот и гламур glow то есть иногда надо добавить этого сахара я называю то есть какой-то красоты вот грубо говоря вот у нас получился по пресетам вот такая картинка нажимаем ok она дублирует создает второй слой и в принципе таким образом я обрабатываю огромные пакеты картинок ну чтобы не тратить на них слишком много времени и последнее что я добавляю это видите сколько шума после у нас после нашего фотошопа пресета много шума вылазит я использую fit filter noise reduce noise то есть убираем шум тоже он конечно не бесконечный не безграничный то есть вот какие-то дефолтные у меня параметры есть можно поиграться с настройками добавить шарпность но с этой настройкой надо очень аккуратно нажимаем например ok можем там работать можем тут фильтр sharp on sharp mask в Vray это очень корректно она работала здесь она надо очень внимательно чем больше видите у нас шарпа нас то есть у нас больше шумов влазит мы чуть-чуть подкрутим там порядка 30 в этот раз ok actual pixels fit on screen то есть вот наш грубо говоря конечно видите сколько шумов да даже отсюда видно неважным глазом но как бы перегоняя обычно час уже редко все через телефоны делается но все равно качество ухудшается ухудшается ну как бы в общем я смотрю никогда не обращал внимание на шумы я смотрю на общее настроение картинки на эмоции которые например еще можно добавить настройку control m это кривые то есть добавить чуть-чуть света опять же все по вкусу добавить убавить контрастика можно добавить потом я всегда еще добавляю когда обрабатываю картинки так где наша картинка я сразу добавляю в слои наши маски для того чтобы мало и вдруг мы будем картинку подрезать того чтобы использовать и можем там например выделить пол вкладкой similar не можем потому что у нас пол видите почему надо за сеткой следить потому что сливаются у нас некоторые объекты если мы знаем что мы точно будем корректировать пол стены и потолок нам надо обязательно за этим следить за тем как мы сетку сетку назначаем еще есть там другой параметел по айди но можно использовать сейчас найду его сейчас рендер сетап ревар должен быть айди вот он к маскинг айди тоже его надо использовать иногда тоже помогает ну вот только по иди работает это по сетке работает а тот по иди работает чтобы вот так вот редактировать картинки и все там копируем наш пол control м так у меня не работает горячая клавиша adjustment курс control м кривые можем сделать чуть чуть темнее окей у нас такой красивый пол такой блик красивый получился то есть в целом экспресс вот вот так вот идет то есть можем я раньше как бы использовал более сложной техники например копируем слой нажимаем фильтр блюр гасян блюр четверочка окей делаем маску control backspace нажимаем все поменяли цвет у нас браш стоит кисточка белая все здесь image adjustment курс кривые можно чуть поднять и такой у нас эффект засвета можно меньше сделать ну такой мини мини эффект иногда нам надо сделать например сейчас такую вещь это работа с масками называется переходим сюда нажимаем l делаем такую штуку трехугольничек переходим нашу маску нажимаем делаем обратную инверсию на цвет и нажимаем g заливаем control d нажимаем фильтр блюр гасян блюр нашей маски то есть мы ее размазываем видите у нас получился такой красивый сияющий цвет из-под абажура ну как вариант ну то есть тут как бы каждый сам для себя выиграет раньше еще и работал так дублируем слой и играемся смешиванием нормал там можно каких-то контрастов добавить overlay в основном но сейчас это конечно жестко и контрастно но с вереем такое прокатывало типа контрастика добавили поэтому я пользуюсь пресетами от других программ так намного быстрее удобнее то есть все можно сделать то же самое руками но это сколько надо действий сделать таким образом можно развиваться в то что хотел сказать сказал сейчас от photoshop и картинки и покажем что получилось все спасибо за внимание спасибо что были со мной кому понравилось понравилось кому не понравилось такое тоже бывает и поэтому всем спасибо покеда спасибо за просмотр! Продолжение следует... Продолжение следует...